всем привет друзья с вами снайпер и сегодня мы начинаем прохождение такой замечательной игры как starcraft 2 winds of liberty на самом деле я уже довольно давно хотел пройти ее на своем канале но все никак руки не доходили это является моей вообще вот самой любимой игрой которая вообще существует мне очень нравится сюжет компании я свое время прочитал даже 6 книг по мотивам этой игры ну давайте начинать будем играть на уровне сложности боец потому что мы проходим я прохожу игру ради сюжета они ради сложности там каких-то челленджи и прочего и прочего и прочего и прочего человек узнает себя только тогда когда его лишают свободы интересно насколько хорошо знаешь себя ты заключенный встаньте на платформу арестант шестьсот двадцать шесть убийца пират предатель сегодня ты выходишь на свободу но скоро ты поймешь что даже у свободы есть подписывать вы выбирали это в который у вы Скафандр собран и запаян. Твоя тюрьма всегда будет с тобой. Добро пожаловать в новую клетку. Тебе ли не знать, что грядет война. И она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финкли. Свобода ждет. Черт. Давно пора. Такие дела, пацаны. Другие новости. Доминионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Два банда подонков спровоцировала восстание в шести колониях и похитила обзорное количество оборудования и герой. Другие фраги, прородная алкоголь, соль выгодила, но мы не сможем жить. Заверяю вас, преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Сразу же слышим знакомый по другим играм голос. Джима Рейнера озвучивает тот же самый актер, что озвучивал Джоэля из игры The Last of Us, Ведьмака Геральта, Бринюльфа из Zelda Scrolls V Skyrim и многих-многих других. Ну что ж, начинаем миссию. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дайни в качестве основного транспортного узла на Марсале. Через неё проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дайни. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьём станцию у Менгска, он ещё долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Сразу говорю, настройки у меня включены на данный момент средние, потому что у меня компьютер уже довольно старый, и если я сделаю настройки графики и прочее более высокие, то игра будет лагать, скорее всего. А этого мне не хочется. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Ну и... за мной. Командир, обучающие видеоролики готовы к просмотру. Ок. Ввиду. Можно. Рассредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. Не ходите по этой дороге. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Можно попроводить. Рейдеры вперед. Можно попроводить. Рейдеры вперед. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслим расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. Ок. Погнали. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. А где все? Проводь. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Моя семья. Мои соседи. Не нравится мне все это. За мной. Командир, цен и города. Так, погнали. Погнали. Значит, пора отправить им наш подарочек. Так, выделит всех. Рады тебя видеть, Рейнер. Ждем приказаний. Рейдеры вперед. Нам неплохо так пополнили войско. Это же Рейдер. Класс. Ради бизнеса. Я не подведу. Рейдеры вперед. Так, осталось еще три стенда найти. Рейдеры вперед. Чем мы сейчас и займемся. Так, вот еще один. Презащити вашу свободу. За мной. Дерьмо. Глядя на... Вот это вот... Можно смело сказать, что... Здесь... Казнили, так скажем... Тех людей, кто... Был против Менска. Кто не хотел... Вставать на его сторону. Их вот так вот расстреляли. Рядом с мишенями. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Можно попробовать. Так, тут я ничего не пропустил. Надеюсь. Нет, тут я ничего не пропустил. Идем дальше. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопа, вас на корме. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Слой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! Рейдеры вперед. Можно попробовать. Вмое! Рейдеры вперед. Я не подведу. Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнер. Еще один стенд. Этих чуваков мы освободили. Идем дальше. Сейчас разберемся. Шериф Рейнер. Давнее кого сне было видно. Мы с вами, рейдеры. За мной. Так. Все стенды мы уничтожили. 6 из 6. Отлично. Так. Гражданские. Пошли за нас. И помогают нам убить доминионцев. Их уже ничто не спасет. Уничтожаем штаб доминиона. Не молчите. И все. Я не подведу. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Так. Тихо. Ага. Ну, в принципе, все эти достижения нам нафиг не нужны. Они ничего не дают, по сути. Я думаю, что мы сейчас пройдем сразу две миссии. Потому что это была короткая. Мы потратили на нее всего лишь 4,5 минуты. Ну, если не считать роликов, разумеется. Музыка. 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 Знаешь, для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасай этот сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что подружно. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам. Шестьдесят к сорока. Семьдесят к тридцати. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Так, взаимодействие с окружением, конечно же. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Как мы видим, Донни Вермиллион, это, так сказать, жополис, который постоянно прикрывает Арктура Менска. А Кейт Локвелл, она все время пытается сказать все как есть на самом деле. Но ее постоянно затыкает вот этот вот Донни Вермиллион. И в итоге передача получается такой, какой получается. Голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты вывелся в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Дайкус. Обещаю. Так или иначе, власти Менгска придет конец. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми. Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Для тех, кто видит вообще эту игру впервые, вот сейчас у меня на канале, я не буду сразу же сейчас говорить, так сказать, спойлерить, о чем идет речь. Вы сами все узнаете, сами все увидите. Об этом потом будет говориться, все будет объясняться. Что это за пойло? После вашей операции на Марсале поднялась волна витяжей против режима Арктура Менгска. Тем временем, бывший заключенный Тайкус Вингли выяснил, что на Марсале найден инопланетный артефакт. И Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Ингли может принести значительный доход. Начинаем. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб не провалиться. Так, наверное, сейчас я прибавлю звук к голосам. Потому что мне кажется, что слишком тихо сейчас. Монета сейчас слышно нормально, а вот как вам на Ютубе будет слышно, я вот без понятия. Так, меню, настройки, звук. Голоса. Ну должно быть нормально, не знаю. Программа обучения обновлена. Давай, вдеви меня! Иногда по карте... Кстати, аванпост, нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Что стряслось? Будет сделано! Иногда по карте можно найти спрятанные везде дополнительные ресурсы. КСМ готов! Так что имеет смысл хорошенько исследовать карту. Так, построим хранилище. КСМ готов! Есть работенка! Время от времени на нашу базу будут нападать небольшие отряды противника. А вот и ресурсы, о которых я говорил. так, наймем еще 4-5 рабочих. Этих отправим добывать газ. Тут построим лабораторию. ТСМ готов! Выкладывай! ТСМ готов! Пристройка завершена! Кого поглотать? Так, наймем пару медиков и трех морпехов. ТСМ готов! Что стряслось? В пути! Построим еще одно хранилище сейчас. ТСМ готов! ТСМ готов! Доктор вызывали? ТСМ готов! Сейчас мы немного подкопим войско и отправимся вот куда-то вот сюда. Тут будет небольшое подкрепление. Ну как небольшое, на самом деле довольно существенное для такой миссии небольшой. И в принципе можно уже будет идти в атаку и заканчивать с этим заданием. Начальное задание тут небольшие, они быстрые, как вы сами уже можете видеть. что-то на нас никто не нападает. Странно это. Так, тут у нас ресурсы еще на такой вот заброшенной станции. Вернее, не станции, это насколько я понимаю, это какая-то шахта. Так, сюда мы идем за подкреплением. Командир, Домиона атакует базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сутся. Дайку, с этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Хорошо. Еще ресурсы, конечно же. Казарма, еще пара хранилищ. Добро пожаловать в команду. Шикарно. Еще морпехи, конечно же. Да, к черту Домиона. Так, стягиваем, наверное, сюда все силы. И скоро уже можно будет выдвигаться. В некоторых миссиях, если уничтожать такие вот цветные внедорожники, то можно услышать секретные фразы так сказать, жителей. Я никогда не проверял, есть ли секретная фраза вот в этой миссии. Давайте вместе проверим. А, его вообще нельзя тут уничтожить. Да, его тут вообще нельзя уничтожить, ну ладно. тут у нас заправка, как мы видим. но я думаю, что у нас уже довольно такая неплохая армия, можно сказать. уже можно идти в атаку. Тут у нас плакат долбим без устали. Еще одна шахта. Даже две. приближаются вражеские гелионы. Не страшно. Так, похилимся. Хорошо. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джейми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Да, этого отряда вполне хватит, чтобы тут все разнести. Но это и не удивительно, это начальные миссии, они никогда не бывают сложными. В этой игре, кстати, очень приятная физика. Видите, мы не до конца уничтожили это хранилище, но оно горит. И этот огонь постепенно наносит урон строению и постепенно его уничтожает. «Понятно!» «Я уже заждался!» «Конечно!» «Конечно!» «Точне!» «Так точно!» «Прикады будут!» «Точне!» «Так казарма пускай горит!» «Уничтожим хранилище!» «Ну вот и все, пацаны!» «Ход в систему управления краном. Расшифровка кода в защите. Управление краном получено». «Чудно! Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда». Сейчас со всеми поговорим и на этом серию будем заканчивать, я думаю. «Что это за...» «Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера». «Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт». «Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. «Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные на первый взгляд артефакты. Любой, кого уличает в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона». «Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Тайкл». «Спасибо, Тайкл». «Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям». «Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы». «Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре». «Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт?» «Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется фонд Мебиуса». «Фонд Мебиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела?» «С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал». «Ты серьезно, Тайкус? Да что ты? Нет, конечно». Тайкус, который постоянно подкалывает Джима. «Да кого это воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячи этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх». Так, с кем еще можно поговорить? так. «Это что? Я думал, протасы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. Четыре года прошло, а в пустошах до сих пор находят их лобово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту». «Иди, если хочешь». А я с ними уже навоевался. На две жизни хватит. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? А это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Так, вроде мы покликали тут все, что можно. Сохранимся. Что ж, всем спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Особенности тем, кто впервые видит вообще эту игру. Если, конечно, среди вас такие есть, среди моих немногочисленных подписчиков. продолжим следующей серии. Всем спасибо за просмотр еще раз и всем удачи. Пока. Субтитры